Это видео про то, как ботафермы отработали, да не доработали Владимира Путина и его выступление 18 марта 2022 года в Лужниках. Это канал Севастополайв, я Димитро и без лишних слов поехали. Встречайте президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пол миллиона просмотров набрало на нашем канале видео с полным выступлением Владимира Путина на восьмилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Несколько дней наши модераторы вычищали канал после атаки ботов. Да, задача была не из легких. И сейчас, основываясь на показаниях наших модераторов, можно сделать некоторые выводы о работе так называемых Украина-Американо-Евроботоферм против России. В основном все комментарии с разных аккаунтов, однодневок свелись к нескольким темам. Мы выделили наиболее массовые, яркие и я бы сказал даже веселые. Итак, первыми и самыми веселыми на наш взгляд были комментарии о том, что Путин это не Путин. Что на сцене был его двойник, тройник, четверник и так далее. Кто-то даже пытался идентифицировать якобы всех этих двойников и на полном серьезе выдвигал теорию об их существовании. Это было очень весело читать. Жаль, что практически все сообщения пришлось удалить. Их одинаковость явно говорила о том, что посты валятся как под копирку из одного места. Но спасибо, ребята повеселили знатно. Говорят, царь! Я настоящий! Да, теперь про бункер. Это был второй по количеству и не менее веселый пост про Путина и его выступления в Лужниках. Основная масса комментариев от тех же ботов сводилась к утверждению, что Путин сидит в бункере. А на сцене транслируется его голограмма. Ребята, бля, вы что, с головой дружите вы вообще или нет? Это пока еще начало 21 века. Или вы Марвела насмотрелись и комиксов начитались. На сегодняшний день подобных технологий просто не существует. Но, наверное, эти посты были рассчитаны на тех, кто плохо учился в школе. Или просто недалеких людей, которые верят, что фильм про Халка, Железного Человека, про всяких Торов и Лаки и тому подобная чушь – это документальное кино, основанное на научных фактах. А теперь про пуховик Путина. Знаете, цена на него от поста к посту росла просто с баснословной скоростью. Первый пост был о 300 тысячах. Последний, который мы удалили, был о 2 миллионах. Самое большое количество постов было про 1,5 миллиона и куча ссылок на непонятные фото и ресурсы с похожим пуховиком. Лично я такой куртки на сайте Леру Пиана не нашел. А создать страницу с любым товаром и выставить его в каком-нибудь интернет-магазине – хоть за миллиард. Так, ребята, это сегодня может каждый маломальский, продвинутый в технологиях юзер. Но мы не об этом. О работе ботов-фирм, задача которых была – прицепиться хоть к чему-нибудь. Найти негативный повод распиарить его, раскрутить множеством комментариев, ответов, якобы возмущенных и, самое главное, голодных людей и принизить тем самым роль конкретного человека, в данном случае президента России. Так работают ботов-фирмы. Мы должны это понимать. Клевая курка! Где купил? К этой серии ботокомментов можно отнести и следующую партию, не менее многочисленную, чем предыдущую – про бронежилет Владимира Путина. В бронежилете Путин или нет – вот лично мне по барабану. Но суть сотен комментариев сводилась к следующему, что Путин в бронике, а значит боится своих граждан, а значит сыт и значит он неправ. Вот хочется ответить этим ботам словами других ботов. Жаль, что они не схлестнулись почему-то на канале, а было бы логично. Нафига Путину броник, если он в бункере, а на сцене его голограмма? Ну бред бредовый. Ладно, проехали. Даже комментировать нечего. Но даже если он и в бронике, какая вам разница? Да и как можно определить это по видеозаписи? Вот смотрел я, смотрел и не понимаю, ничего не увидел. Теперь про запись прошлого года, 2021. Когда прервалась трансляция, отдельно стоит отметить целую серию комментариев, тоже сделанных как под копирку, с тем, что Путина прервали свистом и улюлюканьями, и что его выступление прервалось, и потом выпустили под монтированную запись 2021 года. Все боты утверждали как один, что записи выступления Путина, кроме официальных, не появилось нигде. Спешим вас обрадовать. Тикток просто взорвался записями с разных ракурсов. На ютубе таких видео, ну, лично я нашел в течение минуты с десяток. И все одинаковы. Никто там не свистит, никто не улюлюкает, а все идет чинно и благородно. А почему все-таки прервалось выступление Путина? Ну, лично я, как журналист, имею свою версию, и она проста. Выступление всех глав государств, что в Америке, что в Европе, а также и в России, не исключение, ведется с задержкой. Это обыкновенное требование безопасности. И технический сбой, когда прерывается задержанное на минуту-две по времени выступление, и включается прямой стрим в реальном времени, вполне объясним рукожопостью операторов. Благо, я таких за свою жизнь встречал немало. Да и сам рукожопил. Ну, бывало. Марат, возьми меня нормально, пожалуйста. Ну, а, пожалуй, самым популярным по количеству постов стал комментарий «Опять бюджетников согнали». Ну, и разного рода интерпретации, что молодежь согнали силы, что на выходе раздавали там гамбургеры, кока-колу, и перечисляли каждому на карту сначала 300 рублей, потом цена поднялась 500. Ну, почему лично для меня они глупые? Да все просто. 18 марта официальный в России праздник. Все кругом об этом знают. Знают, что будет концерт в Лужниках. Что будет выступать президент. Что будет играть и петь Любе, Газманов, множество других популярных артистов. А еще хорошая погода, весна. И все бесплатно. У вас бы стоял вопрос, куда пойти в этот день? Вот ответьте мне на это в комментариях. Конечно, ребята, на стадион. Это лично для меня. Тем более, что спецоперацию в России поддерживает подавляющее большинство россиян. И это данные не мои. Я их не придумал. Это говорит в ЦИОМ. Достаточно зайти на их страницу и прочитать. Еще один популярный комментарий, имеющий все признаки ботоферм. Как можно было проводить праздник, когда идет война? Ответ прост. По крайней мере, для меня. Если бы я служил и выполнял военную задачу, одной из самых главных для меня была бы поддержка родных, близких, друзей, да просто людей. И если бы я ее видел, эту поддержку, и чувствовал, что воюю за правду, я был бы благодарен. И тем, кто организовывает такие концерты, и автопробеги, и флешмобы. А что касается убитых? Да, ребята, ну не сомневайтесь. Мы их оплачем. Поверьте, оплачем, воспоем и увековечим. И будем помнить всех по именам. Даже не сомневайтесь. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походам перекусить и за работу. А я, в свою очередь, напоминаю еще одной команде ботов, которые постят, как под копирку, комменты о том, что Россия развязала на Украине войну. Мы не начинали войну. Мы ее заканчиваем. Восемь лет Украина убивала своих же граждан на Донбассе. Восемь лет шла война против русских. А значит и против России. Восемь лет нам угрожали и готовились убивать в том числе и нас, крымчан. Один только водно-энергетический геноцид, чего стоит. А теперь спецоперации Россия заканчивает эту войну. И она закончит ее. Я даже в этом не сомневаюсь. А я рассказал вам всего лишь как работают ботофермы. С вас подписка на канал, в том числе и на наш телеграм. Ссылка будет в описании. А нашим военным я хочу пожелать. Работайте, братья. Мы вас поддержим. Грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда. Спасибо.